Глава вторая Приблизилось время умереть Давиду, и завещал он сыну своему Соломону, говоря, «Вот я отхожу в путь всей земли, ты же будь тверд и будь мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая уставы Его, и заповеди Его, и определения Его, и постановления Его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься, чтобы Господь исполнил Слово Свое, которое Он сказал обо мне, говоря, «Если сыны твои будут наблюдать за путями своими, чтобы ходить предо Мною в истине от всего сердца Своего и от всей души Своей, то не прекратится муж от тебя на престоле Израилевым». «Еще ты знаешь, что сделал мне Иоав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, Савиниром сыном Нировым, и Амисаем, сыном Иеферовым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю». «А сынам Дверзелия, Галаадитянина, окажи милость, чтобы они были между питающимся твоим столом, ибо они пришли ко мне, когда я бежал от Авесолома, брата твоего. Вот еще у тебя семей, сын Геры, Вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим, но он вышел навстречу мне, у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, «Я не умертвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый, и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы не звести седину его в крови в преисподнюю». И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было сорок лет. В Хевроне царствовал он семь лет, и тридцать три года царствовал в Иерусалиме. И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифи, к Вирсавии, матери Соломона. Она сказала, «С миром ли приход твой?» И сказал он, «С миром». И сказал он, «У меня есть слово к тебе». Она сказала, «Говори». И сказал он, «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему. Теперь я прошу тебя об одном, не откажи мне». Она сказала ему, «Говори». И сказал он, «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагус на Митянку в жену». И сказала Вирсавия, «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Вирсавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал пред нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя, и она села по правую руку его и сказала, «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь, «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она, «Дай Ависагус на Митянку, Адонии, брату твоему в жену». И отвечал царь Соломон и сказал матери своей, «А зачем ты просишь Ависагусу на Митянку для Адонии?» Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Авиафар и Иаав, сын Соруин, друг. И поклялся царь Соломон Господом, говоря, «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адонии такое слово. Ныне же жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он. Ныне же Адония должен умереть». И послал царь Соломон в Анею, сына Иодаева, который поразил его, и он умер. Освященнику Авиафару царь сказал, «Ступай, Ванафов, на твое поле. Ты достоин смерти, но в настоящее время я не умершлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илья в Силоме. Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в Скинию Господню и ухватился за роги жертвенника. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в Скинию Господню и что он у жертвенника, и послал Соломон Ванею сына Иодаева, говоря, «Пойди, умертви его». И пришел Ванеев в Скинию Господню и сказал ему, «Так сказал царь, выходи». И сказал тот, «Нет, я хочу умереть здесь». Ванея передал это царю, говоря, «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему, «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня из дома отца моего». Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных, и лучших его поразил мечом, без ведома отца моего Давида, Авенира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амиссая, сына Иеферова, военачальника иудейского. Да обратится кровь их на голову Иоава, и на голову потомства его навеки. А Давиду, и потомству его, и дому его, и престола его, да будет мир навеки от Господа. И пошел в Анея сын Иоава, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне. И поставил царь Соломон в Анею, сына Иоава, вместо его над войском. А садок освященника поставил царь вместо авиафара. И послав, царь призвал Семея и сказал ему, построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей. И сказал Семей царю, хорошо. Как приказал господин мой царь, так сделает раб твой. И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через три года случилось, что у Семея двое рабов убежали Канхусу, сыну Маахи, царю Гевскому. И сказали Семею, говоря, вот рабы твои в Гефе. И встал Семей и оседлал осла своего, и отправился в Геф, Канхусу, искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И послав, призвал царь Семея и сказал ему, не клялся ли я тебе Господом и не объявлял ли тебе, говоря, зная, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь непременно, умрешь. И ты сказал мне, хорошо. Зачем же ты не соблюл приказания, которые я дал тебе пред Господом склятвою? И сказал царь Семею, ты знаешь и знает сердце твое все зло, которое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою. А царь Соломон да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Ванее сыну Иодаеву, и он пошел и поразил Семея, и тот умер.